45 лет, да еще три в новом формате, уже 48, без помощи государства. И деревню строим, храм, школу государственную, дороги, все сами, ни копейки государство не дает. И поэтому мы показываем, что можно жить в этом государстве. Не надо бежать за границей, не надо правителей ругать, надо просто работать и молиться. Труд и молитва, молитва и труд. Все перетрут. Да, у нас подрастает новое поколение. Мы просто конкретно показать можем. По любому вопросу, надо делать. Новое поколение состоит из атеистов. Вам интересно было на наши ресурсы зайти. У меня канал есть, видеоканал, называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Можете написать название? Нет, у меня закрыто. Я не могу пепитер свой достать. Клавиатура закрытая. А вы запишите просто. Игнатий Лапкин, это я. Это ключ. Игнатий Лапкин. И вы забудете, забудете. Игнатий Лапкин. Во свете Библии, от нее свет идет. И вы откроете наш канал. Это канал огромный, огромный. 17 800 роликов. Я записал. Игнатий Лапкин, да. Обязательно посмотрю. А посмотрите. У нас посещаемость 44 миллиона просмотров. Неплохо. Можно разузнать, поинтересоваться? Да, пожалуйста. Подписчиков. Подписчиков 43 600. Неплохо. Очень даже круто. Ну, круто, видите как. У меня вышло 38 томов книг. Я вел занятия в пяти университетах. У меня такая биография, как у Солженицына. Мне пришлось, за слово Божие, я издал первую в стране архипелаг ГУЛАГ. Ну и пройти пять тюрем. Это все описано в книгах. Можно разузнать ваше мнение об одном человеке? Если вы это знаете. Герой нашего времени. Герой нашего времени. Равных ему никого нет из писателей. Он задает вопрос вам. Повторите еще раз. А Убер Маргинал, знаете этого человека? Убер Маргинал? Убер Маргинал. Не знаю. Убер Маргинал. Знаете этого человека? Да вы Маргинал называете это... Ну, человек, который до конца, говорит, идет и странный. Или фамилию вы называете? Нет, это его никнейм на Ютубе. Я просто хотел бы... Ну, я говорю, свойства человека, тогда... Нет, это он говорит, ник у него на Ютубе. А у вас ник, а я думал... Нет, не у вас, а этого человека, который он вам сейчас назвал. Да. Не знаю. Жаль. Не знаю, потому что, видишь, кто занимается чем, если недостаток. У меня настолько огромный материал, что мне этого хватает. Тем более свой сайт, на котором я 50 книг, только голосом насчитанные. Вот вы зарядите Библию сейчас или Архипелаг ГУЛАГ в аудио, и вы сразу на меня выйдете. Моим голосом насчитанное. Хорошо. Вам будет очень это интересно. Я после разговора с вами зайду на ваш канал и подпишусь. Да. Поддержу. Если вы по скайпу зайдете, я вам могу скинуть наши материалы. Сайт, огромный сайт. Я понял. Этого нигде больше нету. Вот в чем дело-то. Дело в том, что... Ну, просто я там насчитался книг, как бы так. Здесь-то по-другому. Вот меня спрашивают студенты. Какой-то вопрос. Я отвечаю. Что об этом вопросе говорит Библия? Я называю книгой, главой стих. И что по этому вопросу говорят святые отцы? Это 300 томов. Патрология мини. Дальше. Что об этом говорят каноны? 719 параграфов. Правил. И что говорят жития святых? 1173 биографии. Я понял. Поняли? Пошел гуглить ваш канал. Да. Удачи. С Богом. Мы спрашиваем, есть у вас дома такая книга? Есть. Бать, ну такой конкретно нету. Ну Библия есть дома. Тора есть дома. А показать можете? Тору. Библию. Мы в общаге находимся, сейчас показать не можем. Так вы Библию показать можете? Какая она у вас? Нет, у меня дома есть, но я сейчас в общаге. Ну понятно, понятно. А вы ее читали? Кого, Тору? У меня Тора, бать. То, Тора, Тора, да как раз из Библии идет первые пять книг Моисеева. Я знаю, бать. Я знаю, не евреи. Ну а если вы Библию считали, главное, что там в Библии-то? Главная мысль какая? Двенадцать заповедей. Ну заповеди это, знаете, промежуточные. Заповеди-то они к чему-то должны вести. Заповеди. Знаете, был такой, ну, человек один, энциклопедист. И он написал Карамазов, Карамзин. И он написал четыре тома. История. Историк русского государства. Ну и когда там царь, кажется, Александру Третьему стал дарить, он говорит, знаешь, у меня времени нет это считать. Коротко скажи, о чем они? О книге толстые, четыре тома. Он постоял и говорит, воруют. Так вот, вот здесь, о чем Библия-то главное, это одним словом сказать, о чем. Христос, ветхий завет подготавливает к принятию Христа, который умер за грехи людей. Приносили в жертву ягнят. Ягнята указывали на Христа. Это прообраз был. И вот он 2000 лет назад, 2019 год от его рождения. И он умер и воскрес. Для оправдания нашего. Чтобы люди жили для Бога. Принесли покаяние. Вы можете набрать наш видеоканал. У нас огромный видеоканал. Называется «Во свете Библии». Подписка стоялся, девять рублей. Мы наберем, мать. «Во свете Библии» добавить Игнатий Лапкин, это я. Отлично, отец, мы берем обязательно. У нас на видеоканале 17800 роликов. Только, как бы оно ни было, Тора, она не написана Христом, да, и евреи, они не за христианство. А она написана Моисеем, Моисеем написано. Моисеем, да, и евреи, они не за христианство, евреи, сам знаешь. Как бы оно ни было. Моисеев, Торозаконие 1815 говорит, что «Господь восставит вам пророка из среды меня, из среды народа, как меня, и вы его слушаете». Речь не шла о Христе. Пророчество. За 1600 лет до Рождества Христова уже было сказано. Пишет Исаиев, пророк, он будет изъязлен, руки прибитые будут. Будут... Видите, одно дело знать, другое дело исполнять. Вот я вам тоже могу вопрос задать один. Скажите, зачем вы бреетесь? Зачем я бреюсь? Зачем образ Божий? Он вам не принадлежит. Бог, автор, сотворил человека, а вы его подправляете, чтобы на женщину похож был. Это же нельзя никак уже одобрять. Что, у женщины не растет бороза или что? Ну, так и написано. Давидовые слуги, когда над ними насмеялись, полбороды обрили. Он их в Иерусалим не запустил, отправил в Верихон, город проклятия, пока бороды отрастут. Они были искаженные. Ну, а что сделаешь, я понять не могу. Вот уже современный мир, сам понимаешь, бать, ну, а как по-другому жить? А что? Потому что, может, не повышается. Надо быть похожим и подобающим. Есть людей, которые сейчас они в нашем мире идут. Ну, вот у нас мы строим православную деревню. Православную деревню. У нас каждый год крещение 7 июля там или 1 воскресенья. Бать, я православный, я еврей. Вот приезжали. У меня еврей приехал. И в доме у меня обратился. Стал православным священником. Не, бать, я не буду православным священником, и я к тебе не преду, потому что я еврей. Но он еврей. А на ум израильевич? У меня вероисповедания нету. Он чистопородный еврей. Чистопородный еврей. Не метист. Не, бать, у вас своя вероисповедание, у меня своя вероисповедание. Вот и всё. А вас как звать? Я Никита звать. Что-то не совсем понял. Никита зовут его. Никита? Да. Ну, Никита означает... Никита, Николай и Виктор. Одно и то же слово. Победитель. Победитель, я знаю. Ну вот и будьте победителем. Ни табак, ни курите. Я и так стараюсь побеждать всё, либо какие грани. Не сквернословьте никогда. Я с вами не сквернословил ни разу. И употребил ни одного сугослового слова. Но вы верите, что Иисус Христос был распят? Я знаю, что Иисус Христос был распят. Я был в Иерусалиме на плите, где распяли Иисуса Христа. На Голгофе. Я был победителем в Израиле. И я знаю, что это такое. И туда вещи свои ложил. А что воскрес Христос, вы в это верите? Верю, бать, верю. Ну, тогда с вами легко разговаривать тогда. Мы и так с вами легко разговариваем, как бы оно ни было. Ну, вот мы строим православную деревню у нас. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну такая. Ну, вот там же не заключается все. Что написано в заповедях Моисея? А вы курите? Я курю. Да, курил, убивал. Ну, зачем же так? Это самоубийство. 12 лет жизни отрезают папироска. Понятно. Ну, как бы оно ни было. Я вам серьезно говорю. А вот знаете, Иисус Христос говорит. Это просто заповедь Моисея, что нельзя ни курить, ни пить, ни воровать. Там еще есть много других заповедей. Но заповедь одна. Тебе Бог дал тело. Тело наше Христос называет храмом. Это не написано в заповедях, написано у вас в Библии. Я вам еще раз объясняю. Я еврей. У меня есть 12 заповедей, которые написано на двух. Сами знаете, что. Ну, вот знаете, что если человек сознает, что Бог есть, то он должен признать, что его сотворил Бог. Не его сотворил. Никто не сомневается. Но если так, то значит человека глаза, уши, лоб, борода Бог сотворил. Нам зачем подправлять его? Бога-то. Он, Бог знает, женщине не дал, а мужчине дал знак власти. Это подкаблучники, мужики, бороды сбрили. Тоже второй. У вас почти нет, там ничего не видно, плохо видно. А у нас все с бородами. Делаем. Посмотри, пожалуйста, дорогая. Мы приходим и спрашиваем. У людей такая книга есть? В ней говорится о том, зачем человек сотворен. Что будет дальше? Что Иисус Христос умер за грехи людей. Был распят и воскрес. Что делается в рулетке безобразие. Блудодейство сплошное. И мы говорим, что за это ждет огонь вечный. Ни один блудник в Царство Небесное не войдет. Согласна, что тут безделие. Да, вот мы здесь для того, чтобы садом этот осветить светом Евангелия. Понятно. Одни эти сидят тут. А тут и женский пол такой же. Мужики половина голая валяются. Процентов 90 мусульмане. Вы видели тут женский пол? Самое блудливое, самое страшное. Все собралось в одно место. Так. Понятно. Сколько вам лет? Мне 81 год. Ого. А что, ого? Это Бог делает так. Все мои гонители, все... Хорошо. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Такого Ютуба канала нигде нету больше, как наш. Настолько он богатый. Открывается? 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 Восвете Библии Игнатий Лапкин канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Что там дальше? И во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. У вас снимай, да? О, да? Да. Да, оно самое. Это вступление. Это вступление на наш канал. У нас есть сайт, сайт точно так же называется. Огромный сайт. Там 50 книг моим голосом рассчитано. А почему-то плохо обустроить. А что обустроить? Если у вас вопросы есть какие, вы можете задать духовные вопросы. О рождении свыше, о вечности. А вы снимаете... Игнатий Лапкин. Вы снимаете... Я понял. Вы снимаете, что это? Сейчас. Вы снимаете сейчас? У нас все снимается. Все. Мы проехали... У меня 38 томов книг. Я объясняю. 38 томов книг у меня вышло. Я решил подарить библиотекам мира. И мы проехали с Барнаула до Владивостока. И потом до Лиссабона. Прибалтику, Скандинавию. С севера пошли. 650 городов прошли. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Подарок. Потому что книги имеют воскрешающее действие. И везде мы все снимали. Были когда в Азербайджане в доме Муллы ночевали. С мусульманами. Мещеть ходили. Я показываю библию. А они говорят, у нас другая книга. Я говорю, такая книга показываю. Посмотрите. Он говорит, где сейчас находитесь? Барнаул город. Алтайский край. Барнаул. Нет, а вот сейчас вот. Ну, это моя квартира. Это моя квартира. Моя квартира. А что вам? Что такое вам? Интересно. Ну, я люблю, чтобы гости были. Для гостей все сделано, чтобы можно было ночевать. Комната разбита на этажи. В dated. Да.